а санитарная зона составляет не более 100 метров. Процесс цинкования, проектируемый ЗАО Умикон, будет оснащен необходимым и современным оборудованием. Эффективность очистки газов, образующихся в процессе цинкования, составит 99,9%. Субтитры создавал DimaTorzok Технологический процесс начинается с поступления в зоны навески оборудований металлоконструкции с помощью двух однобалочных мостовых кранов. Далее при помощи подъемников производится навеска металлоконструкции на траверсы. Затем при помощи тележки загруженная траверса передается на оборудование блока зоны предварительной подготовки поверхности. При поступлении траверсы с навешанными деталями в зону предварительной подготовки включается программа предварительной обработки цинкуемых изделий. Для очистки воздуха применяется система очистки кислотных паров из-под защитно-вытяжного кожуха, в состав которой входит скрубер с вентиляционной системой, осуществляющий полную вытяжку в объеме 40 000 кубометров в час. На оборудовании этого блока происходит химическая очистка и активация поверхностного слоя материала металлоконструкции, а также предварительный прогрев деталей для уменьшения воздействия разницы температур металла и расплава цинка в ванне цинкования. В состав этого блока входит 13 ванн предварительной подготовки. Ванны состоят из химостойких полиэтиленовых вкладышей, поддерживаемых стальными конструкциями. В ваннах обезжиривания снимаются масляные и другие загрязнения с поверхности металла, чтобы ускорить последующий процесс травления. Процесс обезжиривания выполняется путем погружения металлоконструкции в подогреваемый раствор на кислотной основе. В процессе травления снимаются все окислы с поверхности металла. Это необходимые условия для обеспечения диффузионного проникновения цинка в кристаллическую решетку железа, чем обеспечивается высокая стойкость цинкового покрытия. После процесса травления необходимо смыть с поверхности металла остатки кислоты и загрязнений в ваннах с водой, чтобы предотвратить их перенос в ванну флюсования. В ванне флюсования наносится флюсовая пленка, которая является защитой поверхности чистого металла от окисления под воздействием кислорода воздуха перед процессом оцинкования. После последней технологической операции предварительной подготовки открывается сдвижная крышка пятипозиционной сушильной печи предварительного разогрева с рециркуляцией воздуха при помощи горелочного воздушного вентилятора. И тельферная пара кладет подвес на транспортирующее устройство сушильной печи, представляющий собой цепной транспортер, который перемещает подвес в позицию, находящуюся на оси ванно-цинкования. Сушка изделий перед погружением их в ванну с расплавленным цинком является необходимой. В этом процессе осуществляется предварительный нагрев и удаляется излишняя влага с поверхности металла, что позволяет цинку меньше охлаждаться при погружении металла в ванну. После окончания процесса сушки подвес будет взят следующей свободной тельферной парой, работающей в автоматическом режиме, и перемещен в зону оцинкования под защитно-вытяжной короб печи оцинкования. Подготовленные детали опускаются при помощи тельферов в ванну с расплавленным цинком. Температурный режим расплава цинка должен поддерживаться на уровне 450 градусов Цельсия. Разогрев производится при помощи высокоскоростных горелок, расположенных на торцевых стенках. Внутри печи расположена ванна горячего оцинкования фирмы «Пилинг». Ванна закрыта со всех сторон защитно-вытяжным коробом, который предназначен для защиты персонала, а также улавливания белых дымов, образующихся в процессе горячего оцинкования. Отходящие газы от печи оцинкования имеют высокую температуру и направляются в систему использования тепла от отходящих газов печи оцинкования с теплообменником газ-вода. Это тепло будет использовано для нагрева растворов в ваннах предварительной обработки. После окончания процесса оцинкования траверса автоматически перемещается на один из свободных транспортеров в зону снятия готовой продукции. Управление работой всего оборудования, входящего в состав производства горячего оцинкования, обеспечивается программой в системе управления. Продолжение следует... Строительство цеха горячего оцинкования Продолжение следует...